На Слуньевщине теперь 11 приемных семей, в которых воспитываются в основном дети, чьи родители лишены родительских прав. Одна из таких семей живет в деревне Ягнищицы. Наша беседа с приемной мамой Еленой Дичук, как раз накануне ее годовщины в статусе приемной семьи. Вы приемный родитель, а давно уже? С 2009 года. Вот завтра будет 16 лет, как я уже приемный родитель. 10 октября. И сколько деток за это время прошло? 16. 16 детей. У меня уже даже есть внук от приемного сына. Какое большее количество у вас было? У меня всегда по пятеро. По пятеро? А свои? Своих трое и семь внуков родных. Так, свои уже взрослые ли? Да, дочери уже 36 лет. Так а вы что, дочери ровесники? Ровесники. Нам все так говорят. А теперь у вас пятеро, да? Да, сейчас пятеро. Только один мальчик у нас приполел, в больнице вот лежит. А второй в санаторием поправляет свое здоровье. А откуда эти детки? Со Слонима. Все дети наши со Слонима. Но были у меня дети и с Минской области, с города Узда. Двое мальчишек, двое братьев. То есть можно и не обязательно с нашего района? Ну, мы просто переехали тогда, когда я пошла работать в 2009 году сюда, к нам, в Слонимский риг, в отдел образования приемным родителям. Мы взяли двоих деток, мальчика и девочку. Ну, на этом не остановились, и мы решили переехать в Минск. Мужу предложили работу под Минском там. И мы переехали туда, но там нам еще дали троих детей. Так это ваша родина или нет? Нет, моя родина Казахстан. Казахстан? Да. А тут как оказались? Ну, мама сюда переехала с отчимом, и мы следом за мамой следуем. Почему вы решили стать приемными родителями? Дети выросли. Две девчонки старшие выросли, вышли замуж. Остался младший сын. У нас разница большая в возрасте с сыном, с девочками. Скучно ребенку одному. Мы решили взять ему друга, брата, чтобы были они вдвоем дома. Ну, когда приехали брать ребенка в приют, нам понравилось вот двое. А супруг где ваш работает? Мой супруг работает в Слониме, в ДСУ-65, газоэлектросварщиком. Ага. То есть он больше на работе, все на ваших плечах? Ну, почему? Папа нам помогает. Да, Дима? Да, папа хороший. А детки вас как называют? Как вы меня называете? Мама. 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 Мама? Мам хорошо тут? Да. Да. А детки это из каких семей, которых лишены родительских прав? Да. Дети, увы, к сожалению, родители наши, мамочки с папочками, лишены родительских прав. А они посещают детей или нет? Нет. Вот сколько у вас эти детки уже? Ну, Дима у нас с марта месяца. Савелий у нас с января, Леша у нас с мая месяца. Они с разных семей или нет? Абсолютно. Все? Все разные. Но мы здесь все братья. Да? Да. Вкусно кормят вас тут? Да. А вы уже в школу все ходите? Конечно. Ты в школу ходишь, Лешка? Нет. Еще не ходишь? В Синьковщинскую? Да, в Синьковщинскую школу. Леша в садик ходит еще. Нам только 4 годика. А вообще трудно с ними? Всяко-разно бывает. Дети разные. Ко всем нужно общий, разный подход найти к детям. А вы кто по образованию? Я? Кондитер. Кондитер и вдруг педагог? Ну, как-то так вот в жизни получилось. Скажите, государство сильно помогает? Ну, нам выплачивается зарплата, выплачивается всякие там, поддержка. Нам на детей платятся пособия ежемесячно. Да, государству спасибо. А хозяйство вы какое-то держите? Курочки у нас и собаки. Наши любимые собаки. Вот и все. Скажите, а что вы своим детям стараетесь дать? Главное. Ну, в первую очередь, наверное, материнскую любовь. Да, детям? Да. Или неправа я? Почему неправа? Прежде, что то, что им в жизни не хватает, это материнской любви, ласки. Ну, бывает, конечно, где-то и поругаю. Не, ну, это ж нормально. Если совсем гладко все, это тоже нехорошо. Без кнута нет и пряника, да? Да. Ромешком ходят иногда? Нет? Только крапивка? А к труду как-то их проучаете? Конечно, у нас огородик есть. Ну, небольшой, правда, но есть огород. Мальчики нам помогают, и в цветнике помогают мне полоть. Все вот эти наши красивые розочки, это... И гибистус. И гибистус. А теперь все матушки у вас? Да, все пятеро. У меня за мою практику было только три девочки. И все. Старшая девочка, которую самую первую мы взяли, сейчас уже работает в Слоневской больнице, на Энке, помощником врача. Отучилась. Двое пацанов старших, им уже 26 и 24 года работают в Минске. Там... Поддерживать связи с вами? Да, конечно, обязательно. Приезжают или созваниваются? Приезжают, и созваниваемся, и приезжают, и с детьми поддерживают. А что самое интересное, детки, у вас тут? Все интересно. Машинки. Что-что? Машины. Машинки. Машинки. А, машинки? Машинки. Дети мои ходят в музыкальную школу. Дима ходит на класс фортепиано. Савелий у нас ходит на баян. Савва первый год вообще ходит. Дима уже четвертый год. Но нас там немножко перестроилось. Дима ходил на скрипку. Она здесь в Синьковщине. Ну, трудновато с педагогом скрипки. И перешел на фортепиано. А Савушка у нас в первый год пошел в первый класс, и сразу пошел в первый класс музыкальный. И уже играет, даже там небольшие произведения, но играет. А как вы учитесь? Хорошо. Дима средний балл девятка. Собираемся поступать в Суворовское училище. Скажи, вот как тебе раньше жилось, и как теперь? Разница есть? Есть. Теперь намного лучше. Вот все, что ты хочешь иметь, тут у тебя есть? Да. А чем ты любишь после школы заниматься? Книжки читать, телевизор посмотреть. Не запрещает родители долго сидеть около телевизора? Да, нет. Нет? Мы сами долго не сидим. Он не сидит у нас очень долго. Он за книжками. Вот за книжки иногда гоняем. Потому что очень сильно увлекается этими всякими книгами. А какие книжки ты больше любишь читать? Всякие, мне все нравятся. Больше исторические, наверное, дадим. А какой любимый предмет тебе в школе? Математика. Математика? Да. А ты в каком классе? Первом. Первым еще? А какую первую оценку ты получил? Им не ставят еще оценку. Еще не ставят оценки? Савва у нас староста класса. Он у нас тоже хорошо. Поведение у нас хорошее. Ну вот у нас есть тут один бандит. По нам видно, что мы бандиты. И где это вот так? Виноград собирать полез. Виноград? Залез за виноградом. Мы все? Не успели поймать. Не успели поймать, да. Птичка и кар у нас была. Да. Ясно. А между собой вы дружите? Да. Как братья? Да. Дима у нас за старшего. Он и Савву со школы сможет забрать, привезти. Ну, в садик мой нет, потому что, ну, все-таки еще маловатый для сада. Но так где-то что-то поможет, где-то что-то с малыми подсобить. То Димка у нас за старшего. Скажите, вот с какими детьми сложнее? С своими или? Ну, наверное, они и теперь все уже ваши свои. Да. Но биологически свои и не свои. С кем-то сложнее? Ну, наверное, все-таки вот с моими мальчишками мне немножко сложновато, потому что... Ответственность больше? Больше ответственность, да. Больше ответственность, больше догляд нужен за ними, как бы так. Вот. Что все-таки самое главное качество у приемных родителей? Какое, по-вашему, должно быть? Душевность. Все от души зависит. Любовь должна быть в детях. Надо любить просто эту профессию. А как супруг воспринимает все? Супруг бы всех детей забрал. Это, в принципе, эта идея была супруга. Наверное, без любви детям родители приемно никогда не состоятся. Нет, это надо... Какую бы там зарплату не платил? Это правда. Это надо любить, это надо понимать, это надо... Я даже не знаю, что еще, что нужно. Это просто нужно, ну, чтобы тут оно было. В душе, в сердце. Как бы так.